Как мусульманину добиться дисциплины и порядка в жизни? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании. Давайте перейдем к первому преимуществу — физической пользы. Какова же все-таки физическая польза поста? Пост в основном заключается в воздержании от еды, питья и интимных отношений с противоположным полом. Тут мы понимаем, что желудок является основным органом тела, в котором максимально проявляются болезни, максимально подвержен недомоганиям. Об этом сказал наш любимый пророк, мир ему и благословение. Это передано у Ибн Маджа в 4 томе хадисе под номером 3349. И наш любимый пророк сказал, не заполнит сын Адама злом более худшего сосуда, чем желудок. Достаточно для человека, чтобы ходить на ногах, нескольких кусочков пищи. Но если вы хотите есть больше, он поделил желудок на три части. Одна треть для еды, одна треть для воды и другая треть для воздуха, то есть для дыхания. Так что мы понимаем из этого, так это то, что максимальное количество заболеваний возникает в желудке. Он является домом для паразитов. И еда, что мы едим, она идет в желудок. Затем в желудке она переваривается и идет в кишечный тракт. После этого питательные вещества еды идут в кровоток. А затем это идет почти ко всем органам тела. И здесь надо понять, что желудок работает непрерывно на протяжении всей жизни. Он никогда не отдыхает. Когда мы постимся, желудок, который является очень чувствительным органом, хотя он очень чувствительный, но это очень сложный орган. Он чувствительный, и в то же время он продолжает работать непрерывно в течение дня. Этот орган, когда мы постимся и не едим, он отдыхает. И токсины, что находятся в теле, они уходят. Они выводятся. Итак, пост — это самый лучший способ с физической стороны. Он приносит пользу телу и выводит все токсины. И он помогает преодолеть болезни.